От студентов до рабочих, от писателей до предпринимателей. Инициативу Ассамблеи народа Казахстана поддерживает люди разных возрастов и специальностей в разных регионах страны. У каждого из них своя причина, но смысл един. Казахстан нуждается в гарантиях стабильного будущего. Лилия Шаймарданова выясняла, какие надежды возлакают казахстанцы на президентские выборы. Известный культуролог, общественный деятель Мурат Уэзов историю родной страны знает лучше других. Сын великого казахского классика Мухтара Уэзова помнит разные события в становлении суверенного Казахстана. Сейчас, считает, страна переживает еще одну важную веху. И какой она запомнится историей, зависит от каждого казахстанца. Я думаю, что вот такой дальновидности, учет реальной международной ситуации, очень сложной ситуации, проявили эти качества Ассамблеи народов Казахстана, которые предложили провести выборы президента. Я тоже отслеживаю ситуацию, мировой процесс, так сказать, и геополитическую, и ситуацию с нашими ближайшими соседями. Я хочу сказать, что я полностью разделяю. Будущие журналисты, студенты Казахского национального университета имени Альфа-Раби уже сейчас проявили активную гражданскую позицию. Молодежь крупнейшего вуза страны сегодня приняла специальное обращение поддержать инициативу Ассамблеи. В этом году мы стали членами Евразийского экономического союза. У нас есть четко намеченный курс. Нам нечего бояться. И мы, молодежь, должны это понимать. И, как говорил наш Ельбаса, наш успех – это успех наших соотечественников и успех нашей Родины. Восточный Казахстан от Алматы разделяет тысячи километров. Но и здесь в числе первых, высказавших свое отношение к президентским выборам 2015 года, оказались молодые казахстанцы. Главное желание рабочих Усть-Каменогорского, Костынка – жить, работать и растить детей в стабильной и спокойной стране. От молодого специалиста Сергея Серова зависит репутация всего завода. Он отвечает за качество, отправленное на экспорт продукции. Рабочий говорит, он представляет интересы почти 21 тысячи человек Костынка. Огромный коллектив нуждается в уверенности в завтрашнем дне. Мы, как граждане Республики Казахстан, должны быть уверены в надежности сегодняшнего дня, в стабильности завтрашнего дня и чтобы в будущем для нас и для наших детей все оставалось так же стабильно, надежно, как сегодня. Ключевое слово стабильности для тысяч работников Казалардинского предприятия. Продукция местных рисоводов уже завоевала популярность у жителей 10 стран. От просто торговли рисом предприятие выросло до целого кластерного производства. Казалардинских рисоводов называют рекордсменами. За минувший сезон им удалось собрать почти 400 тысяч тонн жемчужного зерна. Такого урожая еще не было. Я и мой коллектив поддерживаем и считаем верной инициативу Ассамблеи, чтобы наш рис попал на прилавки магазинов других стран, нужно было доказывать его конкурентоспособность к качествам. И мы хотим, чтобы и дальше продолжался рост завода вместе с государством и его президентом. Это одинаковое желание и объединяет алматинских студентов и козалардинских рисоводов. Казахстанцы считают, что главная задача в непростое для всех экономик мира – сохранить миростабильность в нашей стране.